Зимние состязания легкоатлетов первыми называют героев нового сезона. Спортсмены 80 городов страны участвовали в розыгрыше Кубка Известий. 12 сильнейших команд стартовали в финале в Москве. В каждом виде команду представляет только один спортсмен. Ответственность большая. Прыжки в высоту. Кто знает, не появится ли перед нами новый брумель. Валентин Гаврилов из московской команды «Динамо» остановился на 2 метрах 17 сантиметрах. Для начала сезона неплохо. Уверенно начал сезон и Геннадий Бессонов из Подмосковья. В тройном прыжке он показал результат 16 метров 41 сантиметра. Рижанин Янис Лаурис очень рассчитывал превзойти в прыжках в шестом свой лучший результат 5 метров 20 сантиметров. Начал с высоты 4 метра 90. Но вот уже последняя попытка. Нет, неудача. Команде Риди 0 очков. Его соперник, 18-летний Сергей Кривозуб из Донецка, был более осторожным. Он начал скромнее и поднялся выше. Бланка на высоте 5 метров 10 сантиметров. У Кривозуба тоже последняя попытка. Есть. Победил Сергей Кривозуб. Командную победу во многом решали состязания бегунов. Анатолий Машашвили из Тбилиси первенствовал в барьерном беде. 110 метров он прошел за 13,8 секунды. Лучший результат сезона в Европе. А московский «Динамовец» Александр Корнирюк, серебряный призер Олимпиады, повторил на 100-метровке мировое достижение 10,3 секунды. На этой же дистанции Надежда Бесфамильная из ЦСКА. Она в темной майке финишировала с рекордным временем 11,4 секунды. Так быстро на зимних стадионах еще никто в мире не бегал. В борьбе за кубок отлично показали себя многие молодые легкоатлеты. Ответственный секретарь газеты «Известия» Дмитрий Мамлеев вручил победителям команде московских армейцев почетный трофей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова